Счет Союза 2019 Это повышение уровня готовности и способности органов военного управления, соединения воинских частей региональной группировки войск к совместным действиям при обеспечении военной безопасности Союзного государства. Проведение учения спланировано в два этапа. На первом этапе продолжительностью трое суток мы отрабатываем вопросы планирования применения региональной группировки войск. А соединения и воинские части на практике будут решать задачи по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности, а также завершат подготовку к боевым действиям в условиях нанесения противникам ракетных и авиационных ударов. На втором этапе продолжительностью четверо суток предполагается отработать вопросы управления войсками, поддержания взаимодействия и их всестороннего обеспечения в ходе оборонительных боевых действий и реализации комплекса мер по стабилизации обстановки. В учении щит союза 2019 порядка 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов. От Республики Беларусь для участия в маневрах на территории Российской Федерации направляется свыше 4 тысяч личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов. Проведение совместного оперативного учения щит союза 2019 позволит на практике проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению. Согласно принятому решению, по окончанию учения в срок до 4 октября личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации на свою территорию. В заключение отмечу, что Республика Беларусь неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по укреплению мер доверия и безопасности.